здравствуйте друзья я расскажу тут из последних событий значит я показывал камеру который мы приобрели для светланы такую китайскую очень симпатичную с миллионом разных функций вот я сейчас снимаю на камеру gopro с вами разговаривают и с точки зрения функционала конечно вообще не сопоставимо там даже можно резкость наводить не резко здесь ближе дальше можно делать там есть невероятное количество возможностей для настройки этой камеры очень очень много всего и но значит я уже думал бы тут снимать начнем освоились камеры сети настройки как делать инструкция кстати оказалось на трех языках первым был русский вторым китайский третьем английский так вот интересно но и суть научились пользоваться все дела светлана даже сняла там несколько сюжетов но что оказалось смотрим резкость но никакая ну то есть вот помните там в томе сойере да там была такая фраза про тетю полю которая там читала и вот через очки тети поле было видно как через пять пичных заслонок вот примерно такого значит уровня вот эта резкость то есть было видно как вот не знаю в общем тяжело и мы так и сяк и тыры пыр и вдруг иногда есть резкость а иногда нет что такое и еще что меня привлекло в этой камере как бы внимание мое привлекло она постукивала вот так потрясешь немножко там чуть внутри такое болтается я поначалу как человек как сказать такого позитивного мышления я думал может фишка такая знаете тем более там какой то есть набор функционала там связанный с гравитации gravity называют гравитации и я думаю черт это может там как-то это балансирует чё-нибудь но короче значит нет некоторые экспериментальные такой деятельностью удалось установить что там болтается что-то такое что влияет на резкость вот так тряхнешь камеру вперед резкость уходит тряхнешь назад резкость изумительная идеальная просто то есть там как бы все хорошо просто не собрано как бы болтается но в общем такой вот можно сказать прикол незадача но мы написали на amazon на amazon и покупали написали на amazon что хотели бы денежку вернуть а я одновременно заказали другую камеру такую на самом деле там же и заказали то есть понятно что люди которые камеру продают они и не собирают вот сегодня с утречка знать мне письмо этот который продает на ломаном английском языке пишет что мол мы там берем на себя там никак никаких проблем с ними видео и покажи что там происходит и вот мне сбрось там куда-то сбрось на какой-то файлообменник мы смысл снялись от речка видео закинули на файлообменник ну посмотрим чем кончится давайте я надеюсь что камера придет пошла нам очень понравилось и качество понравилось и функционал понравился и она легкая это просто что-то невероятное то есть это даже нет слов передать и там есть свой hard drive встроенный и дискетку я поставил на 16 там чего 16 наверно гиг вот и в общем там все все ничего вот в токах так болтается внутри и из-за этого произошло что светлана ехала в машине а ей все хотелось знаете вот в машине тоже записывать я и вот тут на ее лобовом стекле значит там присосочку приставил камеру кверх ногами она позволяет переворачиваться в общем все все путем и так она снимала снимала но дальше оказалось что изображение это нет фактически она не резкая ну и поскольку она не резкая то что было делать я звук собрал там по частям а картинку ну надо было где-то взять ну вот я взял как там еду по хайвею встречать в аэропорт кого-то светлана мне сегодня с утра говорит ты наверное не посмотрел весь видеоряд я году нет весь не смотрел а что она говорит вот ты видишь вроде едешь по дороге и тут дорогой хайвей а в какой-то момент твое лицо возникает а потом сзади там какие-то люди у тебя сидят вот и я куда даже а мне казалось что там только дорога на ходу знает так не не специально перед этим еще одно видео пришлось со звуком поработать то есть что взять ее звук и добавить какую-то картинку потому что показалось что камера ее стоит вот так у него машине неудобно стояла и в какой-то момент она снимала не прямо а здорово вверх то есть там вот кроме крыш домов окрестных ничего не было от неба и крыши ну и такая как бы не очень радостная картинка и не очень адекватно поэтому я уже там поставил что-то из старенького как это по горной дороге еду я забыл совсем что в то время у меня там настройки были не идеальные что то там картинка плыла немножко но в общем такие болезни роста не знаю насчет всех блогеров кто это проходил не проходил но у меня точно все это было я когда начинал только не снимал в hd снимал на стандартную я не знаю сколько там это было 400 8 вот и фалы маленькими так нравилось потом мне ну как боже народ позади не можешь так некачественно снимать так плохо видно эту пробку ну хорошо в общем то есть я тоже рост как бы в этом смысле особенно с тем что касается крепежа камеры на крепежа камеры на стекле уже мне долго не хотелось вешать именно на стекло у меня было предубеждение какое-то не знаю с чем связано но очень вот у меня вот тут стояла подставочка увесистая но тоже она могла где-то при резком торможении или там повороте и там где-то на естественно немножко она болталась и в общем качество было не очень хороший я потихонечку так сказать выстрадал вот это вот вешение на стекле и сейчас я еду у меня их две штуки на стекле одна поменьше вот на ней камеры gopro потому что там переходничок еще стоит то есть там заканчивается обычным винтиком а дальше к нему значит такая насадочка в которую крепится уже камеры gopro а вот тут у меня более крупная вещь она на двух присосках и если надо будет камеру есть небольшая сейчас светлана и пользуется и вот можно сюда прикрепить ну в общем пока вот так ездим я я понимаю что там какое-то количество людей заметила несоответствие там может быть звука дороги каких-то вот таких вещей но вот так так получилось я помню у жванецкого была такая хохмачка там вот как делается телевидение и он говорит а вот обратили внимание вот там год я как бы вздрогнул и я как бы постарел бы это через пять лет до снимали вот поэтому вот ну так и так и так получается вот мы сейчас таком состоянии значит монтируем звук чужую картинку заодно учимся пользоваться этой камеры там и так далее все это на ходу вот время время нет я это делал где-то наверно в полночь если не позже поэтому я как бы изменяюсь заранее за неудобства связанные с этим вот и я очень рад что светлана у нас как-то вдруг переключилась и если раньше она могла там у меня сюжетах которые отделана могла там немножко сказать пару слов вот то что-то с ней вот произошло недавно она вдруг вдруг оказалась заинтересованной не боящийся вот того что называется public speaking то есть на людях начать что-то рассказывать это на самом деле не просто и я тут я всегда как бы был таким балаболом и тем более я же уроки веду меня от меня ничем смутить нельзя то есть как бы абсолютно в любой обстановке могу поговорить собственно любую тему абсолютно мне мне ведь и тема не тут толком не важно то есть как бы ты скажи какая тема я уж там соображу как с ней разобраться но это все-таки дается с опытом большим я преподаю лет с 16 на самом деле поэтому чего уж там вот а света вдруг неожиданно она никогда не любила вести занятия у него колоссальное напряжение вызывало поэтому я уже я пытался поначалу когда мы школу только начали я пытался к урокам привлекать но я это не не нравилось и когда я помню света была в аспирантуре и ей как бы положено было вести там какие-то семинары со студентами там пединститута у него аспирантура была по педагогическим наукам и вот она должна была сказать со студентами какие-то там продвинутые семинары вести и она готовилась и все такое но но это колоссальное напряжение было и стоило большого напряжения а сейчас вдруг она так раз и и пошло и в общем чудеса правда так вот в ней время идет вы как бы взрослеем и уже кажется вот такие как мы есть и никогда мы не изменим все же черном теперь меняться а вдруг вот я я же тоже не знал что я каким-то блогером буду вот еще два с половиной года назад и у меня и мысли не было и вдруг бах что такое произошло и теперь как бы вся жизнь под воздействием этого изменилось или там я делаю сотню видео в месяц наташа вот не крик говорит как ты умудряешься так много но у меня у меня же маленькие в основном но там я не знаю там камеру показал мать там урну показал грин карта в конверте пришла эти это маленькие сюжетики то есть у наташи то они все довольно продолжительные то она как там на 25 минут там и на 30 и многие многие блогеры так они вот уже сел и поехал вот допустим видео которое вы сейчас смотрите может быть там будет 15 минут при там 14 но это просто потому что я еду и у меня до работы столько времени занимает если я же камеру взял и пошел что-то снимать то обычно это небольшое что-то так что у нас тут так вроде все ничего лето натурально ли это вот так смотрю по сторонам думаешь где зима вольт только что было и нет зимы да значит наталья наша там говорят некоторые чужина не доучилась там и на практику сразу она вечером будет доучиваться если там чего-то и не хватает но то что на практике происходит вот этому надо вечером доучиваться хотя одно дело ты какие-то занятия посещал а другое дело ты работал и занятия посещал и это делает твой как бы опыт вот тоже называется экспириенс да это делать его более знаю значимым более серьезным поэтому посмотрим сейчас вот пошла та часть курса в ее группе где исключительно технические вещи идут я думаю что это может быть сложновато вот прямо сейчас есть люди которые через руки очень многие я гораздо больше людей через руки изучать чем чем головой то есть они не академические а практические прикладные поэтому начав на практике видеть как это все происходит а человек получает дополнительную мотивацию и он начинает лучше понимать что зачем как и дальше уже может и в классе может книжку читать может там видео посмотреть это уже отдельный разговор поэтому не будучи изначально человеком сильно техническим значит наталья не спозиционирована в академический академической обстановке набирать больше и больше и больше и больше и больше знаний вот того что она сейчас набрала не достаточно чтобы пойти уже и начать работать поэтому так вот есть люди которые уже порой поработали и знают технического не больше чем наталья сегодня знает это обычное дело то есть тестер это не всегда сильно технический человек иногда знание жизни знание предметной области здравый смысл вот это это уже можно уже можно работать поэтому а и же все-таки уезжать скоро поэтому очень важно чтобы она так хендзон приобрела такой опыт руками поделать когда ты руками что-то поделал когда нашел там сотню-другую этих ошибок он написал эти баг репорт потом увидел как они подчинились участвовал в обсуждениях и после этого ты когда на интервью попадаешь ты уже как бы свой да одно дело ты в класс ходил и вот и сидишь значит там на академическом а когда ты уже руками делать совершенно другой человек он и выглядит по-другому и улыбается по-другому и у него уверенность совершенно другая эта уверенность она передается другим людям которые с тобой беседуют в общем это совершенно другой мир так есть нам местечко то сейчас посмотрим есть местечко есть местечко вот ну все ребята счастливо но